всем ребята привет винт play it на вылка которая вам можно понравится кому-то не не знаю точно но положительные и без моменты что просто посидеть прелаксировать для кого-то зайдет танюша возможно для себя это будет интересно давайте начнем так в игре есть вспышки света глава первые тайны науриса восходящая надежда и голос пронизывает все живое и неживое и голос вдохновляет и окрыляет и голос сопровождают нас во сне и наяву но иногда голос затухает тогда просыпается безумие наурис город наурис очень красив накануне праздника повсюду можно встретить радостных жителей они заканчивают украшать улицы и свои дома сегодня ночью состоится важное событие которое бывает лишь раз в жизни каждого момент когда из ребенка ты становишься взрослым членом общины все дети мечтают ждут и представляют себе как это будет все кроме тех кто знает какое зло может скрываться за нарядной мишурой я видела его своими глазами и теперь праздник вызывает лишь страх как всегда это место на полный светом смехами детской голосами нелия была счастлива здесь приюте ветвей жаль что сейчас все изменилось я загляну всего на пар минут нужно найти альбом и скорее идти к озеру меня уже ждут и нелия осматривает просторный холл однако место оставленного где-то здесь альбома натыкает взгляд на на маленькое пушистое существо в эфире у его дуга вот ты где ты мой хороший или чешет за ушком довольного зверька пальцы перебряют мягкую шерсть на ощупь она настолько воздушная что кажется будто касаешься невесомого нежного пуха как приятно расслабляющая но даже любимый питомец сейчас не может помочь тяжелых мыслей роешься в голове она они спахивают тревожными искрами собираешься в ружащий стаи заполняющие собой все пространство не оставляй место ни одного хорошее настроение не для радости назовали угудение усиливается пульсируя боль в исках она шепчет повторно вновь и вновь нужно действовать действовать пока не стало слишком поздно порядке шио просто не выспалась ты не видел мой альбом хотя конечно не видел тебя вечно нет рядом когда нужно разгони туман сомнений и верная тропа откроется твоему взору только попроси и я помогу тебе во всем разобраться о великий шио озари меня светом своей мудрости возможно это по альбом от ищется в шкафу так у нас зрение ну конечно чтобы найти его наверняка я могу воспользоваться в вибризы особые рецепторы которые помогают за не слышать энергию всего живого пребывать с ней в гармонии каждого ребенка с рождения учат используя их чтобы познавать астральный мир и ведь то что обычная скрыта от глаз на энергию уже давно ребенок и к моменту прохождения своего ритуала должна уметь и пользоваться виберсами превосходно шкафу лежит множество разных предметов от игрушек поделок до книги без воспитателей дети живущих прийти ветвей постоянно складывают на эти полки всякую всячину мало кто слушает главу приюта зули ратующую за чистоту и порядок эннелли внимательно осматривает шкаф но не находит вниз своего альбома как же так вряд ли я могла оставить его другом месте неужели его взял кто-то из-за малыш не если эти мелкие балбесы опять утащили мой альбом я им лишние уши откручу не думаю что зули одобрит откручивание ушей попробуй сначала поискать его в этой комнате проще уж сразу пойти к зули если она не поможет мне таскать альбом то хотя бы задаст этим воришкам эннелли отопшись на одном месте и не решительности и оттягивает момент когда все-таки придется узнать о пропаже о всезнающей зули это что странный символ по словам зули был начертан здесь давно давно мид из великих художников кем-то подобные силу может речь повсюду в наурисе все они создавались разными творцами и с разной цели но лучше не любит шептаться о том что счастливчик который сумеет найти все символы обретает невиданные знания многие пытались но так и не сумели этого сделать легенда остается лишь легендой пока не доказано обратное разумеется это алтарь святой вид вианны прекрасной богини погребительница поселения поселение следует трем высшим инстинктам любой гармонии с глазом богини дары твою дары богини великая богиня обедяет древо дети из приюта оставляют богине небольшие подношения чтоб заручить ее поддержкой перед сложным уроком или попросить жалиться над ним из-за шалости ни один день не приходит без молитв к ней не знаю ты их наизусть самого детства конечно же никто не посмел бы спрятать альбомы ныли на священном алтаре там смотрели пожалуй все таки придется потревожить насчет альбома да давай еще 10 10 10 обычный на взор здесь 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 и здесь шкафу лежит множество поделок не к воспитателям то есть они ли делают пару неуверенно шагов направлений лестнице над которой виднеется дверь кабинета и забирает нерешительно сомневаясь стоит ли беспокоить главу приюта я и не боюсь с чего бы вдруг я же ни в чем не виновата как бы золи не узнала о том что ты путаешься с тем мальчишкой друидом тише глупыми фириум все равно мой язык не понимает никто из детей кроме тебя если другие дети не умеют распознавать языками фириумов это еще не значит что некоторые взрослые тоже на это не способны нас все равно могут подслушать ветер мудрости да тебе бы в голову не сносное дитя красиво время смертельными прыжками 3 смертельными стремительными прыжками шил забирается к нелине на плечо и привычно прячется под ее плащом ощущая легкое волнение как назло проявишься после слова зверька и нелия заходит кабинет зули кабинет и главы приюта ветвей всегда царит атмосфера чистоты и порядка золи строго следит за своим рабочим местом не позволит себя украшать его никакими глупыми безделушками преми любимых картин и это еще что такое какая гадость ты что-то хотела и нелия откуда у вас эта кошмарная скульптура зачем вы ее сюда принесли а понятно очевидно я упустила момент когда это место стало твоим кабинетом может тебе еще что нибудь не нравится я простите зули вообще-то я зашла по делу по делу значит тогда я надеюсь это как-то связано с ритуалом на который в этом году ты явишься без опозданий и передай келине что покрывать себя бесполезно вам обеим не лишним будет посмотреть внимательнее на церемонию в этот раз все-таки не мне участвовать в ней через год мы обязательно придем зули мы знаем но я хотела бы поговорить вовсе не о ритуале энелия ты мое наказание мне некогда болтать с тобой о всяких пустяках еще он надави не высовывает свои носы под плаща энелии словно выпринюшись и разведывая обстановку нужно как-то уговорить ее энелия будь осторожна и тщательно подбирай слова иначе будут последствия никто не трудится всередине вас простите меня и у вас никогда не будет нет времени я знаю что иногда могу быть надоедливой но но когда тебе что-то сильно нужно то для тебя это нормально чем я могу помочь энелия мой альбом для рисования пропал вы случайно не знаете где он так это был твой альбом я нашла его на полу у входа малышня очень уж хотела в нем порисовать вот возьми и не отвлекай меня больше отдав энелии альбом золи возвращается за свой рабочий стол и тут же погружается привычные дела приютих никогда не было мало для энелии это не просто альбом для рисования здесь вся ее жизнь сюда она записывается самое важное интересно что с ней происходит о древе приюте друзья и даже мифириум бегло приближаешься взглядом страницам энелия облегченно вздыхают все самое важное на месте персонажи энелия еще не пришли шаритуал юная за ним вместе с подругой клианы они быстро воспитали по всем традициям привить и ветви под присмотром наставнице зули энелия вынуждена разрываться между преданностью правилам мужчины и дружбы с учеником друидом рейзом мечтающий о путешествии за пределы древа зули глава приюта ветви на своем веку цели вырастила немало за они для которых стала приемной матерью энелия любит и уважает зули однако воспитательность так и не стала для нее примером достоин подражение и восхищение душе энелия скучает по тем дням когда зули была обычная воспитательница имела куда больше свободного времени шио милый нефириум питомец энелии для энелии он одновременно и верный друг и спутник и совесть несмотря на очаровательный вид шио считая себя взрослым и умным существом он серьезен и ироничен еще очень любит различные поговорки это да здесь как понимаю немного так персонажей цеплопедия о мире приют ветвей место где живет энелия сразу после рождения малышей доставляет приюты где они запоятся пока они не станут взрослыми воспитанники разделяют между собой спальню и вместе ходят на занятия это постарше заполнил задание учителей познавая мир и лучше понимая куда они хотят на кем хотят стать когда придет время покинуть родное место приютом ветвей руководить зулием это понятно на урис город где родилась энелия расположена в нижних слоях древа у его подножни находится озеро рождения давший жизни всем за они чудов на урисе от главной площади ферм гильдии приютов можно увидеть храмы святой и твяны его покровительницы и богини ритуал одно из важнейших события жизни за они ритуал рот испытания пройдя которые молодые за они становятся взрослыми ритуал не прост но янцов на каждом шагу сопровождает члены эквилиума обеспечивающую поддержку и порядок после ритуала уже взрослые за они убирают себе профессию в на улице и всегда остается внутри ненадежного древа святая ветви она хранится озеро рождения великая богиня даровавшая жизнь всем населяющим на наури за они алтари святой ветви она украшают каждое здание на улице а жрецы стремятся услышать ее голос пронизывающие древо ты без исключения за они чтят заветы богини и выстраивать свою жизнь вокруг них друиды защитники исследователи если у юного за они проявляются особые способности друидов его забирают из приюта и передают личному наставнику друид может выбрать обучается ли ему следующему поколению учеников или беречь наури из внутри или же отправиться исследовать тайные просторы и защищать древо снаружи за они обитают в исполинском андрееве которые они окружают заботы получает замен плоды и безопасное место для жизни и главный принцип существовать в гармонии с природой главная особенность за нее наличие веб-вибрисы позволяющие чувствовать вибрации своего живого также за они обладают четырьмя ушами из которых одна пара активно лишь в раннем детстве обитает может аминифириум являющийся привычкой неотъемленную частью жизни кто-то из них оберегает древо и наури из тут за встречает только родившийся за они а кто-то приходит за они близкими друзьями поговорить что за пределами города мифириум куда больше и далеко они все они настроены дружелюбно впрочем пока они не пересекают границы наури со все в порядке странную скульптуру выбивается за окружение настолько что энелия не может унять любопытство присушиться глядя скульптуре нелия испытывает безудержное и неумолимое желание коснуться тронуться до жутких формы будто вы поглощающий свет вокруг жаждущий затащить каждого свои цепкие объятия втянуть беспредельную пустоту навсегда энелия чувствует что нечто невидимое порсилит внутри скульптуры если как если бы она являлась живой и умела мыслить и она умеет она зовет энелью совсем рядом в пределах древа легкий способ бежать рейс не знает его найди тропу слушай голос энелия слушать голос тропа голос мифириума отрезвляет энелью он так и замирает и поднятой рукой потянутым пальцами почти коснувшись скульптуры у фар побери что это было странное наваждение приходит энелия оглядывается сторонам зули кажется совершенно ничего не заметила кажется как же она могла отважиться разместить в своем кабинете нечто настолько ужасное и самым главным для чего ужасного родливых скульптуры на или больше не хочется на не смотреть зули важно было пример для своих воспитанников и конечно же без алтаря святой я ты не обойтись нашли ник не чуть меньше с печи цветы и выглядит совсем свежими интересно она и правда молится из-за раз на день как советую старейшины присутствует алтаря странный образом успокаивает и обнадеждают энелью изгони из мысли любые тревоги но здесь такого нету ничего излюбленное место зули оставит из этого стало только ты чтобы поспать и это не всегда пройти огромный приюту сложная задача и все же энелия немного жаль главную воспитательницу приносить пользу обществу нужно никто не спорит но не до такой же степени такая самоотдача до добра не доведет это уж точно эта коллекция картин гордость зули всех нарисовал бун один самых любимых воспитанников года два назад он вылупился с приюта и стал художником и вылупился выпустился может сказать и вылупился воспевающие через свои творения любые к святой ветви они его картинная мастерская находится в главной площади города азури часто посылает энелью или ее подруг калину проведать его выдумывая для этого какие-то совершенно незначительные просьбы наверное она и правда радуется его успехом даже немного завидно здесь я не вижу больше ничего и без тебя знаю шио всего вам хорошего зули и спасибо за альбом улыбкости замаскированная ложь или недовольны шикает на своего питомца и он спрыгивает на полу явно намереваясь остаться приюте зуни разборчиво гнит в ответ полностью погруженная свои дела и неопределенно машет рукой что может оценить как жест прощания поглядев все и сочувствием энелия отворачиваться идет к двери кабинета альбом или нее и это значит что можно приступить к следующей фазе ученик друида рейза ждет это что энелия принесет ему кристалла а затем затем они сбегут из этого города вместе приступим наконец эпизод 2 скрытое безумие на узи рождения всегда так тихо и безмятежно жители наурица часто спускается в города чтобы добыть необходимые ресурсы на берегу или опушке леса или просто для того чтобы прогуляться и провести время тишине и гармонии с природой раньше анелия немного бродила вдоль берега по земле сыпана мелким камнями кристаллами и ракушками и любовалась удивительными пейзажами однако не все уголки озера многолюдные а этот один из них только сейчас на душе у нелия неспокойно ведь ее предстоит очень непростой разговор из самого берега озера стоит лучшая подруга энелия ее соседка приюта калина энелия пришла как раз для того что встретиться с ней от от калины у нее нет тайн ну почти с ней заговорить с подругой энелия решается сначала осмотреться растительные фермы место работы за они фермеров и скотоводов пушистых спокойных каире ронов разводят специально для того чтобы получать от них пух и нектар сами профессии скотоводы фермерские тоже считаются одним самый спокойный безопасны в древе многие выбирают их после ритуала впрочем и нели к подобным совсем не тянет сияющий светоч всего древа его сердцевина именно она освещает город питает энергии необходимы для поддержания всего живого сердцевина растирается вверх до самой кроны и уходит вниз глубоко корням тот считает что есть воплощение духа святой ветвьяны но энелия в это не верит принципе а вот что-то пузырьки на поверхности воды видны мелкие пузырьки свидетельство того что появляет на свет что-то готовится очередной за они когда когда воду покроет туман все покинут территорию озера на поверхности плывет бутоны распустится представь к берегу должно быть зрелище и правда захватывающие но никому кроме мифириумов не доводилось видеть как рождаются новые жители на улице никому кроме мифириумов и рейза но этот секрет энелия пообещала друга сохранить втайне колено как долго она уже здесь на или смотрит спину подруги размышляет стоит подойти наверное время для разговора пришло энелия что происходит я миллион кайронов насчитала подумала уже что ты захотел сбежать не попрощавшись в приюте возникли некоторые сложности пришлось поискать свой альбом как можно было ставить мне такую записку и после этого еще и опоздать цитирую мы с рейзом решили ли покинуть древо встретимся у озера после того как засияет сердцевина я чуть с ума не сошла энелия откуда у тебя вообще такие мысли ты многого не понимаешь ну конечно куда мне я всего лишь твоя лучшая подруга с того самого момента как мы появились на свет мы вроде как вместе мечтали повзрослеть пройти ритуал и выбрать себе чудесную профессию стать полноправными членами общины быть как все и быть счастливыми что вдруг изменилось м или молчит не знаю как сказать причины по которым он собирается покинуть наури смогут быть опасными не только для нее самой ну и для елины подруга впрочем как всегда интерпретирует молчание просто сильно переживаешь из-за нашего ритуала да потому что не определилась кем хочешь стать у нас еще целый год на принятие решения но даже если мы этого не сделаем после ритуала члены эквилиума сами определяют нашу судьбу они добрые и мудрые и подберут себе хорошую профессию на или ты в порядке ничего просто скажи как есть нечего стесняться ты далеко не первая кто так волнуется за ритуал а зули уже несколько раз мне говорила ты обсуждала меня зули я пытаюсь помочь мысль о том что ты хочешь лизнуть из древа с неду друидом просто отвратительно думаешь я не замечала как часто ты сбегала к нему по ночам мы снова будем это обсуждать и прекрати говорить о нем как они знакомцы он все-таки наш друг не приведи святая ветви она чтобы я водила с ним дружбу что-то не припомни чтобы ты отзывалась о нем так пока его не забрали из приюта до появления его друидских способностей все было прекрасно они странные ныли и не зря же отдалились от нормального общества друидами явно что-то не так и нам тоже следует держаться подальше а ничего что я тоже всегда хотела стать друидом да да напомни пожалуйста это было до того как ты хотела стать травницей мистиком звездой мифириумов и кем еще напомни или уже после это я совсем запуталась ничего что друидами могут быть только парни да и вообще нельзя просто взять и стать друидом и можно только родиться а вот и неправда у каждого правила всегда есть исключение в истории нашего города известны единичные случаи когда девушки становились друидами конечно это было очень давно но я все равно намерена стать следующий и все же пока это звучит очень несбыточно вот меня например он уже давно убедил стать художницей и абсолютно точно определилась в этом да неужели определилась поэтому ты каждый день бегаешь на занятия танцами кто и девушки мистику танцы это просто детская мечта сложно приносить пользу общине какими-то танцульками зули любит постоянно напоминать мне об этом и вообще не переводить тему мы обсуждали твои дурацкие мечты а не мои рис кое-что придумал что-то что поможет мне обрести способности друида или это сумасшедшая это не выход даже не все друиды способны покинуть древо это чрезвычайно опасно не проще ли пройти ритуал и килина осекается так словно собственные слова натолкнули на какую-то важную мысль выражение лица на тот момент меняется становится из испуганного нас насмешливым с хитроватым причуром глаз дело не в ритуале вовсе а в самом рейте ты думаешь о нем не совсем как о друге так ведь а если и да то что пенели не так громко вообще я никогда не понимала этого закона эквилиума почему нам нельзя испытывать друг другу что-то кроме чувства долга и дружбы тела на и килина точнее с детства уверена в том что хочет поскорее пройти ритуал стать мистика как и многие другие за они она не до любила друидов и не желает знает дается за пределами крона и древо вполне довольствуется традиционной жизни населения о мире узи рождения она вспоминает снова не древо здесь нету это был вот совет науриса только сильнейшие мудрейшие за не могут войти в его состав совет является главным управляющим органом древа эквилиум не только руководить жизнью и порядком на улице но если за появлением у малышей способность друидов к тому же совет помогает и юным за они определиться профессиями если у них возникают в этим затруднения мы все равно рождаемся из энергии древа какая вообще разница потому что все чувства кроме дружбы и долга отвлекают жители трудовых обязанностей мы должны приносить пользу городу и большего от нас не требуется да это так глупо и все же это запрещено если я вас с рейзом узнают члены совета то никто не узнает келина я уже сказала дело не в этом рейс попросил меня найти кристаллы для своего изобретения поможешь мне я зарисовала в блокноте кристаллы которые мне необходимо найти кристалл для рейза составляешь необходимый для изобретения рейс берите на берегу изображенной блокноте кристаллы кликайте на потрячий кристалл никуда не торопись и ваше время не ограничено чтобы узнать кристаллах больше кликните на блокнот говорят что ми ми рил обладает способностью усиливать внутреннюю интуиции побеждать творческий потенциал рыбы используют для медитации чтобы усилить свою связь с голосом ветвяны так вот этот ну как оля олеопал обладает силы земли и света его энергоспособны креплять и впитывать почву пробуждающий рост как друидов это кристалл используется для поддерживания здоровья растений животных тебе он обладает удивительной способностью притягивать удачу защищать своего владельца от злых сил руках друидов этот кристалл используется для усиления способности и создания защитных барьеров гидролит обладает способностью переносить свою владельцу ясность ума силу духа и защиту от негативных воздействий помещенную воду гидролит усиливает лично и и лечебное воздействие не похожи вот этот весь она еще и не то и этот не тот вот такой и фиолетовый вот он отлично теперь у меня есть все кристаллы для нового изобретения рейза именно она поможет мне обрести способности друида у ханели а ты говоришь то дело не в ритуале и не в рейзе так в чем тогда от чего ты решила сбежать ладно помнишь некоторое время назад зули придумала для всех старших ребят из приюта особые задания чтобы мы могли познакомиться с тем как устроены все профессии кажется это было как раз год назад после прошлого ритуала до меня тогда отправили разгребать навоз за кейронами потом еще несколько недель не могла отмыть запах с рук келлина я пытаюсь рассказать тебе молчу так вот меня зули отправила в главный храм святой ветвианы помочь жрецам в один из дней я задержалась слишком долго даже сердцевина уже угасла и тогда за новости храма внезапно распахнулись или не ждал такого такое время и была немало удивлена когда увидела верховного жреца на уриса сопровождающий знакомый из приюта с которым на или брать общалась всего раз или два жрец и и спутница беседовали о чем-то их их голосов отражалось от высоких сводов звонкий девичий голос дрожащий от волнения и радости смешивался с низким бархатным баритоном жреца слишком вкратчивым чтобы можно было ему легко поверить знакомые ныли отчего-то верила как и все остальные самом деле хорошо прошло ритуал лаза вполне достойно для того чтобы быть принятой в моем храме можно только поздравить с такими блестящими результатами из тебя получится замечательная жрица я буду рада служить храме святой ветвианы верховный жрец аллах о и ты послужишь прекрасно послужишь а за здесь минут так словно предвкушал что-то что было известно только ему а затем что это нет я не могу рассказать тебе или не бойся саллах верховный и всеми уважаемый жрец святой ветвианы вернувшись из тайны странствий была поразила жителей наури со даром цели не умением слышать голос ветвианы лишь унылия саллара вызывает негативные чувства иногда и хочется верить увиденное было только ужасным сном мы же с тобой друзья храме что-то произошло а за которая жила в нашем приюте после прошлого ритуала ее назначили младшей жрицей святой ветвианы с тех пор ее никто не видел и ты этого испугалась зули же все рассказывала глупо а за решила что не справиться с такой серьезной ответственной работой и и потому предпочла просто сбежать прямо как ты и неллия сейчас она наверно прячется где-то в глубине леса вот и настоящий изгой неужели ты хочешь для себя такой же судьбы ты не знаешь всей правды а за ней просто исчезла келлина я видела своими глазами то что жрец саллар сделал с ней жрец возникает будто бы из ниоткуда словно черная тень ее глаза вопроницительные и колючие впиваются в лицо и нелли пытаясь уличить ее в страшной проступки услышал ли он что-то из герзы ора пока беззвучно подкралась к ним с келлины потому что если услышал чем вы юные за они тут секретничаете разве вам не пора готовиться к ритуалу нам еще рано проходить ритуал шарет саллар в этот раз мы снова будем просто зрителями как и все всего год остался не так ли и после вы тоже сможете начать приносить пользу обществу глава приюта ветвей подробно отчитывается мне о ваших успехах уже выбрали кем хотите стать я стану художником буду писать чудесные картины и через них обращаться к святой ветвиане а я стану друидом жрец нисколько не реагирует на слова подруги его интересует вовсе некий лина колючие хищные глаза с удвоенной силой впиваются в инели как если бы именно она являлась сейчас самой желаемой остроумный ответ инели я я уже говорил ранее из тебя получится замечательная жрица и я уже посоветовал тебя на эту должность это вовсе не обязательно ну что ты принять тебя к себе в услужение это будет честь для меня инели ты могла бы заглянуть в храм чуть позже если захочешь я бы тебе там все показал возможно так ты больше заинтересуешься почему бы и нет посетить храм святой ветвианы никогда не помешает что ж мое предложение останется в силе до начала ритуала и я буду ждать тебя инели эпизод 3 темные секреты от озера подруги поднимались город по самой длинной дороге из всех возможных появление жреца салар их сильно стревожила и келлина и вовсе обзавелась новой версией о том что инели решила бежать из наурицы и из-за него опасаясь салара в общем-то она так и была теперь подруга тоже боялась хоть и до конца не знала чего именно однако жрец алара считается одним самым уважаем жителей поселения смотря на довольно молодой возраст он же явно верховным жрецом являлся цветой ветвианы прихожане устраивались в очередь что побеседовать с ним все без исключения доверяли ему а если бы они только знали правду там этого не заметив за разговорами тревожное обсуждение подруги вышли на главную площадь наурица по площади удивление немноголюдно винить стоит конечно же подготовка ритуала который должен состояться под поздним вечером как только угаснет сердцевина а времени до этого момента остается совсем немного еще только настолько нужно сделать закончить украшать улицы подготовить свой разум настроить на нужную волну чтобы осуществить на ритуале то самое удивительное чувство единения принадлежащие к общению переверженности к истинной вере и обняется всех взрослых энелия или и линия этого не понять пока что они лишь могут делать вид что тоже готовится к празднику и бегать по всем поручениям взрослых обычно занятия не придумаешь или не осталось оставляется посредине площади чтобы посмотреть и не желая возвращаться приют ветви там зули обязательно на виск нависит на всех кучу заданий которые нужно выполнить срочно и желательно одновременно энелия понимающая усмехается на улице есть много мест где можно провести время куда более интересно вы с этим уже решили когда нам с тобой придется попрощаться келлина говорит тише точное время мы не обсуждали все зависит от кристаллов которые я нашла у озера если они помогут то твоему другу еще нужно будет закончить свое изобретение да ему осталось совсем немного но я еще побуду здесь и не уйду не попрощавшись да не грусти вдруг все вообще пойдет не так изобретение не сработает или еще что тогда и покидать нас не придется спасибо что беспокоишься обо мне подруга ну конечно ведь помогать тебе могут только сильные мальчики друиды а я так поплакаться в плечо когда грустно и страшно не думала о том чтобы решить проблемы без побега даже не представляешь как долго я об этом думала келлина лишь бы твое благоразумие не подвело так ты сейчас отправишься прямо к нему или может хочешь вернуться в приют и снова стать девочкой на побегушках у зули в этот раз зули придется найти кого-нибудь из малышни и лично я по ее поручениям уже набегалась у меня еще есть немного свободного времени тогда пойдем со мной навестим буна я уже пообещала жрецу зайти к нему в храм помню просто надеялась что ты передумаешь будь осторожна подруга в древе нет ничего опаснее игры с огнем и на лес сомнений смотрят на под то на подругу то нас висящий перед ним храм может им сначала немного прогуляться нравится в храм пройтись на на улицу но здесь получается мы будем смотреть что где как вылит вот она она высокая нифига подруга то в базарный день возле торгов палат можно увидеть целую толпу людей сейчас они все закрыты а жаль ведь на прилавках обычно расположены столько разной всячины ремесленники продают свои изделия простенькие украшения древесиной коры досожные изобретения других призван их серьезно облегчить поседневный быт иногда фермер приносит леденцы в форме мифириумов и что всех детей из приюта ветвей в которых золь считает сладостью глупой блажью и на лепр было их всего раз или два но не может добыть тот волшебный вкус до сих пор вот так вот то получается вот он наверное храм да ребят давайте наверное на этом остановимся это наверное друг молодой талантый художник милый несколько нелегкий бунт постоянно попадаешься в свою картину и мастерской и знакомство Эннелли считалось одной из порчи низу липость постепенно переросло в дружбу он всегда рад видеть Эннеллию в том числе и потому что за ней всякий раз увязывается Келлина друзья хорошие друзья вот здесь вот наверняка будет как раз друид наш который она наша девочка Эннелли вибрации молчат вот на этом все спасибо что смотрели если кому-то интересно напишите комментарий и мы увидим что же для вас сделать дальше или нет данную видеоигру показывать Танюша возможно тебе понравилось хорошее настроение тебе и всем ребятам обнял спасибо